Добрый вечер, в эфире Маунт-шоу и я его ведущий Даниэль Кагермазов. Почему Маунт-шоу? Да, потому что нам здоровье дни. Ну что ж, дорогие мои, поехали. И сначала, как обычно, российские темы. Пожалуйста. В Кемерово установили городскую елку стоимостью почти 18 миллионов рублей. В три раза дороже кремлевской елки. В пресс-службе мэрии города рассказали, что новогоднее дерево достигает 25 метров в высоту и смонтировано в 42 яруса. На елке почти 2000 веток с вплетенными в них гирляндами, которые меняют цветовую гамму и рисунок. Новогоднее дерево будет украшать 1800 елочных шаров. Елка обошлась кемеровским властям почти в 18 миллионов рублей. Ну, во-первых, не властям, а налогоплательщикам. И примерно так же народу обходятся власти. Ну, хоть чем-то Кемерово обогнала Москву. На этой елке должна быть бегущая строка в 18 миллионов. Могли бы просто большой китайский телевизор поставить. Намотали плазбу на столб и радуются. Мне кажется, что если бы елку собирали из денег и украсили монетами, то вышло бы куда дешевле. Кемеровчане, елочка вам нравится? Не, ну тут без экспертного мнения не обойтись. И у нас на прямой линии главный специалист по елкам из Бийска. Пожалуйста. А про елочку-то скажите нам. Елочка нравится? А да. А я действительно, если ты песню получаешь, два высшего образования. Получил песню, песню все хочу. На что я живу? Источек доедаю. Елочка мне нравится. Елочка мне нравится. Как видите, елочка понравилась. Передайте, пожалуйста, соль. А еще правильно. Привыкла эта Москва себе деньги забирать от труда шахтерского. Пошли нахрен, сказали столице, и забабахали на деньги шахтеров елку за 18 лямов. Вот это, я понимаю, ответ. К слову, Кемерово находится прямо в лесу. В буквальном смысле. Неужели там не нашлось елки? Установили светодиодный конус. Теперь хоть рекламу на ней пускайте. Хоть так отобьете часть стоимости. Мэр Кемерово Илья Середюк объяснил решение приобрести новогоднюю елку почти за 18 миллионов рублей желанием соответствовать современным требованиям. Глава города заявил, что новая елка абсолютно технологичная. А предыдущая ель морально устарела. По словам мэра, прежняя ель с гарантией в три года, украшавшая главную площадь 11 лет, морально устарела. И с каждым годом приходилось увеличивать финансирование на ее ремонт. Ее можно было восстановить. Мы ежегодно тратили 300, 400, 500 тысяч рублей. Рассказал он, сообщив о ежегодном выходе из строя веток и светодиодов. И Середюк также обратил внимание на то, что власти Красноярска, например, в прошлом году купили елку за 50 миллионов рублей. Этот мэр еще и власти Красноярска подставил. Сдал с потрохами. Тот случай, когда про 50 лямов мы узнали не из СМИ, а от спасающего свою пятую точку мэра Кемерова. Да, нанотехнологии, которые мы заслужили. Старая елка была аналоговая. Это цифровая, чего непонятного. Для высокотехнологичного Кемерова нужны высокотехнологические елки. Только вот с математикой у мэра хреново. Если 18 лямов разделить на 500 тысяч, то 36 лет можно каждый год восстанавливать старую елку. В чем выгода покупки новой? А, ну да, у прошлой устарела мораль. Мэр же ответил. Страшно подумать, во сколько обойдутся бюджету Кемерова Дед Мороз и Снегурочка. Наверное, настоящих пригласят. Ведь ненастоящих самозванцев нужно ремонтировать после каждой пьянки. Кстати, обращаюсь к критикам критиков елки. Вот положа руку на сердце, ответьте себе, потратили бы вы столько денег на елку при нынешней экономической ситуации в стране. Только вот ответьте честно, самому себе хотя бы. Ну что ж, ответили? А теперь пишите ответ в комментах. Десятки дворников с лопатами и лобами устроили побоище в центре Москвы. Прибывшая на место драки полиция задержала более 10 человек. А все задержанные оказались дворниками. Как уточнили в ведомстве, в результате происшествия никто не пострадал. Чуть позже стало известно, что дворники не поделили между собой. Массовая драка между дворниками в Москве произошла из-за нарушения правил во время устроенного ими матча по футболу. Противополствующие стороны решили встретиться и обсудить игру. Однако переговоры переросли в бойню на лопатах и ломах. Из-за футбола? Серьезно? Я-то думал из-за шахмат. Ну или передел сфер подметания. Битва между кланом лопата и кланом метла. Это наш двор и мы его метем. А тут футбол какой-то. Наверное, фанаты Кокорина против фанатов Мамаева. А чего по матч-ТВ не показали? В сборную России их. Вон как мужики проигрыш близко к сердцу принимают. С такими мы не только чемпионат, но и НАТО победим. Кстати, а давайте футбол запретим. А че нет-то? Он провоцирует драки. Ведь как-то так работает логика наших депутатиков. Хорошо, что драку устроили неработники дорожных служб. В ход пошла бы тяжелая техника. Бульдозеры! Я уже молчу про астенизаторов. В любом случае, это сражение войдет в историю как лопатно-ломовое побоище. Так кто победил? Те, что с лопатами или команда с ломами? Победила полицейская дубинка. Увы, мой друг. Полицейские нихрена не понимают в футболе. Дальше. На ферме в Московской области протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров. Об этом рассказало Министерство сельского хозяйства региона. Для коров создали программу имитации летнего поля, чтобы те чувствовали себя счастливее и расслаблялись. При тестировании эксперты зафиксировали снижение тревожности и повышение общего эмоционального настроя стада. Других подробностей эксперимента Министерство не привело. Влияние VR-очков на молочную продуктивность коров еще предстоит выяснить. Коровы в Матрицу попали. Теперь будут ждать Борфьюса и Неву, чтобы они пришли и освободили их. Да уж, киберпанк, который мы заслужили. Даже коровы смогут поиграть в новый Half-Life, а мы нет. Да и на граждан уже цеплять пора эти очки. А то ярких побед и прорывов не видать. Имитация летнего поля. В нашей стране даже коров обманывают. Даже им декорации организовали. Буреночка, все зашибись. Ты счастлива вокруг зеленое поле. Вам ничего это не напоминает? Если там будут крутить соловьиные трели и кисельные берега, то, уверен, надои знатно повысятся. А можно мне тоже очки? Хочу почувствовать себя счастливой коровой. Заработная плата гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина может превышать зарплату его коллеги, главы НАСА, так как Рогозин имеет доступ к секретной информации, за которую ему доплачивают, заявил руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников. В отличие от НАСА, госкорпорация занимается не только гражданским сегментом, но и боевой техникой, включая ядерное оружие. Поэтому все руководители госкорпорации секретоносители, сказал Мельников. За 2018 год глава Роскосмоса задепланировал доход в 29,5 миллионов рублей или более 460 тысяч долларов. Максимальная зарплата руководства НАСА не превышает 250 тысяч долларов. Видимо, в НАСА секретов нет. Сразу все в Википедию сливают. Да. То есть бесплатно носить секреты он не согласен. То есть если Рогозину-патриоту платить меньше, он продаст Родину. Видимо, в партии Родина ему мало платили. Да господи, да какими он секретами владеет? Такое впечатление, что ему любой документ технический, покажи, он слова не поймет. Что он знает, кроме устройства батута? Единственный секрет, которым он владеет, это кто просверлил дырку в Союзе. А так Путин уже объяснял, почему у топ-менеджеров такая зарплата. Чтобы в НАСА не переманили. Они ведь в своем НАСА только об этом и мечтают. Если платить Рогозину меньше, он же сразу в НАСА сбежит и будет там работать уборщицей. Ладно, меня в этой новости больше испугало то, что он еще и занимается боевой ракетной техникой, включая ядерное вооружение. Да, беда пришла, откуда не ждали. Президент России Владимир Путин во время общения с жителями Санкт-Петербурга посоветовал не зацикливаться на Украине и подумать о себе. Об этом сообщает ТАСС. На встрече один из собеседников главы государства изложил собственные мысли по некоторым вопросам, в том числе об отношениях с Украиной. В ответ Путин заметил, что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать. В это время Соловьев, Киселев и Скобеева. Ну да, ну да, пошли мы нахрен. Царь хороший, глашатый и плохий. Говорит, не зацикливайтесь на Украине. Это кто же ему такую непатриотическую мысль посоветовал? Если не говорить про Шумирю, то чем будут заниматься Соловьев, Киселев и Скобеева? Они же больше ничего не умеют. Видимо, переедут на Украину и будут зарабатывать там, говоря о России. Хотя темнейший же ведь не им сказал, а россиянам. Ну ладно, перестали говорить. А что тогда будут показывать федеральные каналы? Ну не проблема же российские освещать в самом деле. Как только перестанут зацикливаться на Украине, так сразу возникнут вопросы. А почему мы так хреново живем? Видимо, президент наконец-то готов к таким вопросам. Кстати, на Украине тоже все время по телеку про Россию трындят. Наши с ними, видимо, бартр организовывают. Россия и Украина – это единственные страны в мире, где пять лет подряд их гражданам рассказывают новости другой страны. Дальше. Дрозденко потребовал запретить издеваться над бабушками и заставлять их ездить отправлять анализы в районную больницу. Губернатор Лену области Александр Дрозденко предложил изменить систему сдачи медицинских анализов. Надо, чтобы какашки мы не ездили сдавать в больницы, заявил губернатор, выслушав доклад председателя регионального комздрава Сергея Валикжанина. В ответ Валикжанин заметил, что какашки сдаются по интернету, объяснив, что соответствующая логистика давно выстроена. Все же больной не должен уже возить анализы, настаивал на своем Дрозденко. Ты смотри, до чего техника дошла? Какашки по интернету. По интернету, Карл. Не, я согласен, надо заботиться о бабульках. Но что значит сдавать какашки по интернету? Это вообще как? На дисковод наложить большую кучу и отправить, что ли? Или, как сказал один из моих подписчиков, устроить срать в комментариях. А по комментариям, кстати, вполне можно диагнозы ставить. Очень мудро сказал. Да, выражение комп засран заиграло новыми красками. Может, именно для этой цели и ввели новый закон о российском ПО на иностранных смартфонах. Видимо, классное приложение создали, чтобы отправлять какахи по интернету. Друзья мои, не халтурьте. Поделитесь этим выпуском в соцсетях и везде, где можно. Так вы поможете этому выпуску выбиться в топы. Для нас это очень важно. Так, ладно, хватит на сегодня с домашних новостей. Отправляемся за бугор, так сказать, за бугровости и, так сказать, чужие странности. Поехали. На МКС снова вышел из строя туалет в американском сегменте. Ранее ложно сообщалось, что сломались все туалеты на МКС. Однако позже стало известно, что российский не ломался. Просто из-за выхода из строя американского туалета у российского быстро переполнился бак. И его пришлось временно отстранить от боевых действий. В конечном итоге сортиру американцев починили. В госкомпорации Роскосмос подтвердили, что на данный момент все системы работают исправно. Космические обосранцы. Амеры, как обычно, сначала свой толчок сломали, потом наш загадили. Все умы человечества построили МКС. Вершину человеческой науки. И тот засрали. Я смотрю, тема сортиров в последнее время не сходит с газетных страниц. Более того, набирает обороты. Какая-то дерьмовая неделя. Везде какая-то странная тема с толчками. Как будто кто-то хочет что-то сказать. Но зашифровано. В любом случае, если вы увидите ночью метеоритопад, это не метеориты. Не, серьезно. Аварийного сброса нечистот в космос нет, что ли? Да, конечно. И будет летать пуля из говна. Ты хоть представляешь, какие там скоростя? Ты хоть представляешь себе эти западные заголовки в новостях? Российская пуля из говна уничтожила американский спутник. Нужно в срочном порядке вводить новую штатную единицу на МКС. Космонавт-осинизатор. Если Говард Воловец не согласится, то отправим на орбиту экспедицию из ляхов и шумеров. Турция отказалась поддержать план НАТО по защите Польши и прибалтийских стран при возможном нападении России. Об этом сообщает Рейдер со ссылкой на четырех высокопоставленных источников НАТО. Эрдоган так и сказал. Пусть прибалтов охраняют те, кому делать нехрен. Все равно они никому не нужны. А у меня дел полно. Мне кажется, что если мы даже и решим напасть на шпротлянцев, то их сначала просто до пыли вытопчут стадом НАТОвцев, прискакавших туда их защищать. А тут Шевелюрный еще пытается впихнуть план, чтобы принимающая сторона НАТО содержала остальные войска НАТО. А учитывая размеры шпротного ларька, считая, что саранча по ним пройдется. Ну а мы? А мы у границ постоим, посмотрим и скажем. Шутка. Да потому что эта шпротляндия нам нахрен не нужна. Как они этого понять не могут? Дальше. Президент Турции Раджеп Таип Эрдоган предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону проверить, все ли в порядке у него с мозгом. Таким образом, турецкий лидер ответил на слова Макрона о смерти мозга НАТО. Господин Макрон, я говорю это в Турции, и я скажу это в НАТО. Ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер. Не знаю, что значит для НАТО Франция, но Турция для НАТО является очень важной страной. Какое твое дело, изгонять Турцию из НАТО или нет? Разве ты принимаешь такие решения? Прыгайте сколько хотите, но вы будете уважать суверенитет Турции, заявил Эрдоган. Видимо, Эрдоган считает себя мозгом НАТО, поэтому так и обиделся на Макрона. Но что так долго реагировал? Президент Эстонии тоже что-нибудь через месяц-другой скажет про мозг Макрона, а потом через полгода узнает, что Эрдоган отказался их спасать от России и скажет что-нибудь про мозг Эрдогана. Высокие, высокие отношения. НАТО единый, как никогда. Разговор между союзниками по блоку перешел в стадию сам дурак. Ну, Эдик-то сейчас может повыпендриваться. С-400 у него есть. Как сушки получит, так вообще нахрен пошлет тех. А так он мне очень Лукашенко напоминает. Вроде как и против, но вроде как и за. Точно. Эрдоган. Местный НАТОвский Лукашенко. Весело в этой НАТО. Для полного цирка шумеров не хватает. Тем более их жанр. Прапорщиков больше не будет. Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО. Теперь на Украине не будет, к примеру, прапорщика. Вместо него установлено звание мастер-сержант. Кроме того, упраздняется название полк. Теперь это будет бригада. Да-да, милицию в полицию. У нас это зашибись, как на отлично сработало. Видимо, Зелебоба тайно встречался с Димоном перед нормандской встречей. Как это прапоров больше нет? Кто ж теперь унитазы тырить будет? Ну кто-кто. Мастер-сержант и будет. Педра нет, но дело его живет. Самое шумерское звание. Прапорщик хотят упразднить. Изверги. Да хоть капралом назови. Прапорщик останется прапорщиком. Главное, чтобы не название изменилось, а смысл. Чего так не хватает шумерам и нам, москалям, кстати. А так, еще не хватает начальника транспортного цеха. Рея новости. Советская зенитная ракета-система АСА подбила американский ударный вертолет Апач. Инцидент предположительно произошел в ноябре на Аравийском полуострове. АСА принадлежала йеменским хуситам, а вертолет Апач – саудитам. Я тучка, тучка, тучка. Я вовсе не Апач. Капец, что творится. Эти зусулы-хуситы виртуозно шперевелят пиндовское вооружение. Очень хочу посмотреть на рожу Помпео. И как он на этот раз будет оправдываться перед саудовским принцем. Америкосы, когда продавали пердолет, наверное, сказали, что он несбиваемый. Патриоты приобретались, чтобы сбивать ракеты. Они не сбивают Апач для того, чтобы поддерживать наземные войска. Они нихрена не поддерживают. Такими темпами хуситы скоро будут штурмовать дворец короля. Да такими темпами саудиты пошлют пиндосов. И даже вместо танков Абрамс будут покупать советские Т-34.